Актюбинка Галина Александровна, как и все горожане, ждет с нетерпением окончания карантина. По состоянию здоровья пенсионерке необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. В период карантина Актюбинка гуляет рядом с домом. Скорее бы кончился карантин. Вот ходить надо, а? Свежий воздух дышать, да. Чуть-чуть пройдусь и назад домой. А мне ходить надо, потому что у меня позвоночник, больной, надо ходить. А в доме места нету ходить у меня. Поэтому я выхожу вот здесь. Если кто-то ожидает снятия карантина для прогулок по паркам и скверам, то другие ждут открытия магазинов. Каких именно, мы узнавали у самих горожан. Чисто как житель города, очень рада, что карантин наконец-то, положение карантина, положение людей облегчается. И, да, конечно. А нам был вас не сердце, и химчистка, и бяра, ашл, действуйте, функционируйте троганберско. Я лично, например, на данный момент жду открытия ателье, потому что мне надо там кое-что отреставрировать. Я жду, в частности, открытия парикмахерских услуг и больше всего банков, потому что на данный момент очень нуждаюсь в этих финансовых организациях. Поэтому с нетерпением жду, пока они откроются. Чизрик ашл, аэргайсимыз, бюс, жымсымызды, степ, кунделикты, енды жанарганан, ахшамзы, тауп, жымсымыз, стеген, жахсы уртымс. К слову, с 1 мая разрешат деятельность промышленных предприятий, строительных и дорожно-строительных транспортных компаний, банков и финансовых организаций, цонов и автоцонов. Кроме того, смогут работать продовольственные магазины, оптика, ателье, ломбарды, обменные пункты, нотариусы, страховые агентства, фотосалоны, прачечные, химчистки, чистка ковров, объекты по ремонту обуви и оргтехники, СТО, шиномонтаж, автомойки. Также разрешается деятельность цветочных и строительных магазинов, продажа рассада, автосалонов и магазинов по продаже бытовой техники с 10 утра до 18 часов вечера. Для этого они должны соответствовать санитарным нормам, получить готовности, закрепить ответственных за соблюдение профилактических мероприятий, обеспечить сотрудников средствами защиты и контролировать санитарное состояние прилегающей территории. При положительной динамике эпидемиологической ситуации предполагается ввести второй этап с 8 мая, третий этап с 15 мая текущего года. Анастасия Евсеева, Роман Досмагомбетов, телеканал «Октябрье». 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 Продолжение следует...